Рудольф Нуреев Удивительно, что город настолько связан с русским балетом, что трудно себе представить этот город без имени Рудольфа Нуреева. Именно из Парижа началось его триумфальное шествие по Европе. С кировским балетом он приехал сюда в 64-м году танцевать в «Спящую красавицу». Никто еще не знал, кто этот молодой, талантливый юноша, но все в восторге отзывались о спектакле, который он давал в «Опера Гарни». И вот первое выступление Нуреева на сцене Гранд-Опера. Даже старые балетоманы, видевшие самого Нежинского, теперь называли Нуреева божественным. Парижа Нуреев стал злостным нарушителем режима пребывания советских граждан за границей. Он дышал воздухом свободы, наслаждался триумфом, бродил по городу, заводил запрещенные знакомства. И возвращаться в позолоченную клетку под названием «Кировский балет» казалось немыслимым. Он стал первым балетным невозвращенцем. Рудольф танцевал в своей жизни столько, сколько не танцевал ни один танцовщик мира за всю историю балета. Он танцевал по 220 спектаклей в год. Такого темпа и ритма не мог выдержать ни один танцовщик. И на сегодняшний день его рекорд не побит. Вся история Рудольфа Нуреева похожа на историю Золушки. Когда-то он сидел на горе Салават и смотрел на мост. Поэтому мы здесь на мосту в Париже. Он смотрел на мост, по которому проезжали поезда. Они отправлялись в Москву, Париж, Вену, Берлин. И он мечтал о том, что когда-то сядет на один из этих поездов и поедет в Ленинград. Нуреев сразу был принят в труппу театра имени Кирова. Он танцевал все ведущие партии с лучшими балеринами. Блистательная карьера советского танцовщика, казалось, была предопределена. Если бы не гастроли кировского балета в Париже летом 1961 года. Перестав быть принцем советского балета, Нуреев завоевал мировой балетный олимп. И теперь танцевал что и с кем хотел. С Марго Фонтейн, Ивет Шевере, Зизи Жан-Мер, Карл Эйфрачи. Танцевал классику, модерн, участвовал в разнообразных шоу, снимался в кино. Он ставили балеты Фредерик Аштон, Ролан Петти, Морис Бежар, Пьер Лакот. Нуреев потрясающе умел владеть сценой. Он имел свое лицо. Когда он приехал с Мариинским театром, который тогда был кировским, он произвел грандиозные впечатления. Он блистательно танцевал, и я поставил для него Сельфиду, Капеллию, Марку Спада. Мы с ним очень дружили. Вы знаете, для меня он все же больше выдающийся танцовщик, нежели хореограф. Главное в Нурееве, он был потрясающей личностью, которая заставляла всех вертеться вокруг себя. Он буквально захватывал себя. Нуреев, так же как и Лефарь, успел вдохнуть в других жизнь. Рудольф Нуреев не только блистательно танцевал на этой сцене, но и с 1982 года стал руководителем балетной труппы. Что ему удалось? Удалось взорвать иерархическую лестницу этого театра. Все должны были пройти около восьми ступеней, чтобы стать Этуаль. Сильви Гелем, Патрик Дюпон, Эрик Вюан, Шарль Джуд. Это те люди, которые стали Этуаль благодаря Рудольфу Нурееву. Не пройдя все эти восемь ступеней, они стали Этуалями в молодом возрасте. Нуреев признавал практически все хореографические школы и направления. Но во всем он требовал совершенства. Он был очень жесткий и требовательный, прежде всего, к самому себе. Он ненавидел препятствия в чем бы то ни было. Он ненавидел ждать. Всегда требовал результата мгновенно. Если ему что-то не нравилось, мог и выгнать танцовщика за дверь. Мог нагрубить, потому что он страстно любил танец и не выносил небрежного отмечения к предмету своей страсти. Он мой учитель, мой мэтр. Я наблюдал за его неподражаемой техникой, за его манеры, за тем, как он умел в мгновение превратиться из гордого принца в зверя, необыкновенно пластичного. Конечно, я нахожусь под его влиянием. Повторяю в чем-то его стиль. И часто во фиге моих выступлений пишут, что моим учителем был Нуреев. Осуществлялись все его желания, все его мечты. Оставшись на Западе с 36 франками в кармане, Рудик Нуреев, мальчик из Уфы, покорил Париж. Теперь Нуреев жил по-королевски. На набережной Вольтера, напротив Лувра, в огромной заполненной антиквариатной квартире. Он составил многомиллионное состояние. Коллекционировал произведения искусства, старинную мебель, редкие ткани и ковры. Владел апартаментами в Лондоне, Нью-Йорке, ранчо в Пенсильвании и даже островом в Средиземном море. Он близко общался со знаменитостями и королевскими особами. Он имел верных друзей и всегда помогал молодым. В октябре 1985 года, поздно вечером, после генеральной репетиции Золушки, я с дурником Нуреева и его помощницей Дуз зашел вот в эту дверь и впервые оказался в квартире великого маэстро. На четвертом этаже была его знаменитая квартира. Вот этот потрясающий звонок, он, скорее всего, остался от Рудольфа. Сейчас вспомнить уже не могу. Но вот этот лев, это, наверное, символ его толерантности. Он обожал молодых, талантливых людей, всегда им помогал. Этот бог танца был одной из центральных фигур великосветской хроники. Его магнетизму подчинялись все, прощая взрывной характер, экстравагантные костюмы и скандальные выходки. В своем доме он любил гостей. Иногда его можно было встретить и в местах сомнительной репутации. Но ему прощали все, словно он был вне законов морали. Его воли и обаяния не могли не подчинять. И лишь тяжелая болезнь, чума 20 века, оказалась сильнее его воли. Последний раз Нуреев вышел на сцену парижской оперы после премьеры своей «Боидерки» в 1992 году. Завершались его парижские гастроли длиною в 21 год. Нуреев умер в православный сочельник 6 января 1993 года. По его желанию он был похоронен на русском кладбище Сен-Живьев-де-Боа. Он мечтал жить и умереть в Париже. Он прожил недолго, но на самом деле он сгорел, как звезда. Звезда, которая пролетела по этому небосклону и оставила свой неизгладимый след в душах любителей балета.